Здесь происходит распаковка и активация наших скрытых способностей. Жизненная энергия — это фундамент. Любая практика, либо достижение какого-то результата — это строительство красивого дома. У нее смысл строить красивый дом на болоте. Измененное состояние сознания всегда опасно для неподготовленного человека. С чем вы там встретитесь, вы не понимаете. У меня больше двух тысяч часов осознанного дыхания, разного. Я уже видел кое-что своими глазами, что я не могу описать. То, что может быть похоже на то, что описывается древними культурами. Ты можешь создать некие условия в организме с помощью дыхания и поменять свое состояние через дыхание. Мы дышим постоянно. От момента рождения до момента смерти. Все остальное между этими двумя точками меняется. Все меняется. Ничто не остается прежним. Единственное постоянное между рождением и активом. Это дыхание. Раджниш Пхагван Шри Оша. Дыхание. Там, где наука встречается с духовностью. Дыхание. Наш неизменный спутник жизни. От первого крика в родильном доме до последнего вздоха на смертном адре. Он знаменует начало и конец жизни. Мы можем несколько дней жить без пищи, воды и света, но всего несколько минут без воздуха. Дыхание. Функция всех живых организмов на нашей планете. Будь то потребление кислорода или углекислого газа растениями. Роль этого явления остается неизменной и основообразующей. Для человека дышать значит мыслить. Мыслить значит осознавать себя в мире и уметь взаимодействовать с ним. Это взаимодействие не ограничивается простым потреблением воздуха. Наука дыхания нечто большее, ведь она связывает воедино физическое, психологическое и духовное состояние, открывая перед человеком удивительные возможности. Правда в том, что большинство из нас не умеет правильно пользоваться системой дыхания и не понимает внутренних процессов, происходящих с нашим телом, психикой, сознанием. Целью этого фильма является объяснение разных видов дыхания с медицинской, психофизической и эмпирической точек зрения. Мы попытались собрать и систематизировать основные типы дыхания, которые используются йогами, психотерапевтами, врачами и имеют за собой внушительную армию последователей по всему миру. Жизнь, осознаем мы это или нет, поддерживается обменом энергии на микроскопическом клеточном уровне. Все, что мы испытываем, является течением энергии жизненной силы, постоянно обменивающейся и развивающейся от мельчайших растений, существ и частиц до планет, звезд, галактик и всего, что находится между ними. Энергия поддерживает Вселенную, она поддерживает нас. И то, сколько ее мы накопили в каждый данный момент, в значительной степени определяет качество нашей жизни. Те, кто обладает, казалось бы, сверхчеловеческими способностями, просто овладевали искусством сбора этой энергии, чаще всего с помощью дыхательных техник. Наше дыхание – это молекулярный обмен энергии внутри и вне организма. Эти молекулы состоят из меньших единиц энергии, называемых атомами, а атомы состоят из еще меньших частиц энергии, называемых субатомными частицами, которые на самом деле вовсе не являются частицами. Современные технологии позволяют исследовать их физическое движение, вплоть до выделения энергии, скачущей взад и вперед между тем, что кажется частицей, и тем, что кажется волной, в зависимости от того, как это наблюдается. Нуждается ли электрон, протон или какая-то другая субатомная частица в питании? Насколько нам известно, нет. Атомы, состоящие из субатомных элементов, по-видимому, тоже не едят. А как насчет молекул, которые состоят из атомов? Возникает та же картина – они не нуждаются в пище. Этот логический ход рассуждений подводит нас к клеточной структуре и вопросу о том, что поддерживает здоровье клетки, что едят клетки, чтобы питать энергией и поддерживать все функции нашего тела и разума. Для жизнедеятельности нашего организма в любом случае необходимо, чтобы клетка полностью снабжалась микроэлементами и кислородом. То есть как только уходит либо одно, либо другое, все, то есть клетка начинает страдать. И получается, что доставка микроэлементов к клеткам нашего организма, она осуществляется при хорошем содержании кислорода в крови. То есть есть такое понятие – кислородная емкость в крови. Некоторые начинают увеличивать емкость, объем легких, но это ни к чему не приведет, если в самой крови недостаточно красных кровяных телец, которые переносят этот самый кислород. Ты можешь расширять свою грудную клетку до предела, но из-за того, что недостаточная емкость крови, кислорода, наличие молекул в крови, тогда и питание клетки тоже будет страдать. Когда кислород попадает в легкие, он цепляется к протеину гемоглобин, и он должен от него отцепиться, чтобы пойти дальше. Если там недостаточно углекислого газа, то он плохо отцепляется от гемоглобина. Нам нужно накапливать углекислый газ для того, чтобы кислород превращался в энергию и давал нам энергию, и самое главное, что он давал клеткам жить. Метаболизм. Это метод, с помощью которого организм преобразует пищу в энергию, изменяя ее молекулярную химию. Процесс обмена веществ подобен пожару. Без воздуха огонь погаснет. Дыхание раздувает пламя внутреннего клеточного огня свежим кислородом, который создает тепло и трансформацию в теле. Самый быстрый и эффективный способ накормить и зарядить свое тело – это энергодыхание. Одним из основных способов получения эффекта химическим элементом является окисление, то есть соединение или взаимодействие с кислородом. Сжигание или окисление пищи называется катаболизмом. Катаболизм расщепляет пищу на более простые химические соединения, такие как глюкоза, аминокислоты, жиры, которые превращаются в углекислый газ, воду и азотные отходы жизнедеятельности. У тебя идет процесс жиросжигания. Жиросжигание у тебя происходит ночью. Почему? Потому что ты полностью расслабился, у тебя по-другому заработали бронхи, у тебя изменилось дыхание, которое у тебя присутствует. И таким образом у тебя по-другому идет обмен веществ, метаболизм по-другому происходит на клеточном уровне выделения определенной, на уровне митохондрии, то есть такая вот определенная очистка, которая идет в организм, то есть на уровне клетки. Согласно даосизму и индуистской философии, которые наряду со многими другими мудрыми древними культурами, создавшими невероятно детальные, точные и сложные системы биомеханики, на тысячи лет опередившие современную медицину, это то, что называется энергией жизненной силы, которую мы извлекаем через воздух, которым дышим и пищу, которую едим. Эта энергия, которую мы можем использовать с помощью наших дыхательных техник, известна под многими именами. Еще в первом тысячелетии до нашей эры китайское учение Дао и религия индуизм придавали большое значение жизненному принципу, протекающему через тело, своего рода энергией или внутреннему дыханию, и рассматривали дыхание как одно из его проявлений. Китайцы называют эту энергию Ци, индуисты праной. Если брать терминологию пранаяма, она состоит из двух основных образов, это прана и яма. Прана — это жизненная энергия, космическая энергия. Яма — это активация, вдыхание, набор силы. То есть пранаяма — это вдыхание силы, набор силы. Дыхание не просто физикой, кислород и так далее, но мы вдыхаем и кислород, и энергию. Выдыхаем застой энергии и ЦО. То есть и физический, и физико-химический, и энергетический процесс. В природе все дышит. Дыхание — это проявление внутренней вибрации. Дышат птицы, рыбы, человек, растения, деревья, планета. И у всех разные ритмы дыхания. У планеты ритм вдоха практически год, ритм выдоха практически год. И она живет там миллиардолетиями. У человека среднестатистического 17 дыхательных ритмов в минуту. Вдох-выдох — это раз, и в минуту там 17. У спортсмена может быть 9. Даусов берут тех, кто достиг 4 ритмов дыхания. А тот, кто приближается к нулю, ну, допустим, единица — это 30 секунд вдох, 30 секунд выдох, ноль — это уже трансцендентность. И вот чем медленнее дышим, тем больше у нас активация стволовых клеток, подсознания и долголетия. Так что приводит в действие жизненные процессы, которые оживляют наше физическое тело, придавая ему динамику движения? Что управляет нашими чувствами и тем, как мы воспринимаем, думаем, действуем? Древние тексты йоги говорят нам, что это тонкая энергия, известная как прана. Это не физическая энергия. Прана отличается от электрических импульсов в нашей нервной системе, но она течет через наше тело и проявляется через дыхание. Изменяя свое дыхание, мы можем направить эту жизненную силу в нужное нам русло. Но как мы можем использовать энергодыхание, чтобы зарядить нашу силу, здоровье и нашу жизнь? Научиться с ее помощью лучше справляться с ежедневными стрессами, истощающими нашу силу. Зная, что у нас есть огромный потенциал для здорового образа жизни и сверхчеловеческих способностей, как открыть его в себе и научиться им пользоваться. Есть документальные свидетельства о людях, которые долгое время могут существовать только на солнечном свете, без еды и воды. Есть люди, чьи дыхательные техники позволяют им задерживать дыхание более чем на 20 минут под водой, как бы невероятно это ни казалось. Тибетские монахи могут сидеть голыми в снегу и сушить на своих телах холодные, как лед, мокрые одежды, повышая температуру своей кожи с помощью специальных дыхательных и медитативных техник. Это не выдумки, это результат целенаправленной тренировки ума и физиологии тела. Дыхание и сосредоточенность ума – это два главных ключа, которые могут раскрыть ваш практически безграничный потенциал. Каждая система осознанного дыхания имеет за собой наследие мощных практик, направленных на увеличение глубины и богатства нашего дыхания, энергии, которую оно культивирует, и осознанности, которую оно приносит. Древние верили, что ци или прана обеспечивает биоэлектричество, необходимое для поддержания жизненной силы тела и ума в равновесии и здравии. Мы больше всего связаны с нашим эмоциональным, энергетическим и физическим телами, когда мы сознательно связаны с нашим дыханием. Во многих культурах слово «дыхание» можно также перевести как «душа» или «дух». Вот почему древние методы исцеления йоги, цигун или тантры придавали такое большое значение осознанию своего дыхания. Именно здесь человек обладает реальной возможностью кардинально улучшить свое здоровье и жизненную силу. И тут важный момент, что мы можем контролировать полностью свои состояния. То есть мы можем убирать беспокойство определенными техниками дыхания. Например, есть в йоге пранаямы, которые очень хорошо справляются с любыми видами беспокойства. Также можем убирать бессонницу, также погружаясь в сон. И можем, например, пробуждаться с утра. То есть изменяя свое состояние из разбитого и сонного состояния, в котором мы находимся, не можешь проснуться, то можно подышать определенным образом. И у тебя где-то минуты за 4 ты испытаешь эффект кружки кофе. Все это возможно при помощи применения различных техник дыхания. Они просто имеют разные направления. И чтобы начать уже пользоваться разными элементами дыхания, нужно понять принципы автономной нервной системы, которая управляет разными нашими органами, жизнедеятельностью и умственной деятельностью также. Наша нервная система имеет две управляющие функции. Это симпатическая и парасимпатическая системы. Если мы воздействуем на симпатику, то это повышение ритма сердца, это повышение активности. И, соответственно, мы можем это применять уже и воздействовать на эту систему через дыхание. Есть еще парасимпатика. Это совершенно обратный эффект, когда сердцебиение у нас спокойное, когда дыхание очень медленное. Это фазы сна, это фазы расслабления. И в этот момент происходит как раз-таки восстановление. То есть вы позанимались спортом, вы подышали активно, часто связано, вы подогрели ресурс, активировали сверхвозможности свои. И, конечно же, это не может продолжаться постоянно. Вы не сможете бежать там сутки-двое. Ну, это в исключительных случаях. Но необходим как раз-таки момент отдыха, период восстановления. Это парасимпатика. Есть дыхательные практики, которые как раз-таки активируют именно парасимпатику. И они дают гораздо больше эффект расслабления и восстановления. Как раз-таки после жестких физических перегрузок, тренировок можно применять определенный метод дыхания, определенный ритм дыхания. И за короткий промежуток времени вы сможете, качественно восстановиться. И одно дыхание может усыпить. Второе дыхание может возбудить. Третье дыхание может вызвать агрессию. Четвертое дыхание может вызвать страх. И это как механизмы, которые способствуют вызыванию в теле различного рода преобразований, связанные вот с такими особенностями нашей гормональной системы, нашего иммунного ответа, которые есть. Был такой замечательный генерал-майор, который занимался особыми состояниями сознания. И у него есть работы, связанные с религиозными течениями, связанные именно с дыханием и состоянием роженец. А они, конечно же, они начинают дышать, чтобы продышать. И, безусловно, есть у нас в индуизме есть йоги, где там говорят, если вам больно, продышите это место. Есть масса различных механизмов на то, чтобы воспользоваться и сделать мероприятия, связанные с дыханием, для каких-то своих оздоровительных или, наоборот, разрушительных команд. Исследователи из Института нейробиологии Тринити колледжа и Глобального института здоровья мозга обнаружили, что сосредоточенное дыхание влияет на уровень норадреналина, естественного химического мессенджера мозга. Норадреналин попадает в кровь, когда мы испытываем интерес, сосредоточены или эмоционально возбуждены. Он усиливает наше внимание к деталям и улучшает общее состояние мозга, способствуя росту новых нейронных связей. Когда мы испытываем стресс, то производим слишком много норадреналина, что затрудняет фокусировку. Когда чувствуем себя вялыми, производим слишком мало, что также затрудняет фокусировку. Исследователи измеряли характер дыхания участников исследования. Их концентрацию внимания и активность в области ствола головного мозга, называемой локус кауралис, или синее пятно, ядро, расположенное в стволе головного мозга. Именно там вырабатывается гормон норадреналин. Это исследование показало, что при вдохе активность локуса куэрулиус незначительно возрастает, а при выдохе уменьшается, говорит Майкл Мельничук, кандидат медицинских наук из Института неврологии Тринити Колледжа, ведущий автор исследования. Проще говоря, это означает, что наше внимание находится под влиянием нашего дыхания, и что оно поднимается и опускается вместе с циклом дыхания. Сосредоточившись на дыхании и регулируя его, вы можете оптимизировать свой уровень внимания, и точно так же, сосредоточившись на своем уровне внимания, ваше дыхание станет более синхронизированным. Наши выводы могут иметь особое значение для исследований старения мозга. Мозг, как правило, теряет массу с возрастом, но в меньшей степени это происходит в мозге медитирующих. Более молодые мозги имеют меньший риск деменции, а техники медитации осознанности фактически укрепляют мозговые сети. Наше исследование предлагает одну возможную причину этого — использование нашего дыхания для контроля одного из естественных химических мессенджеров мозга — норадреналина, который в правильной дозе помогает мозгу выращивать новые связи между клетками, говорит автор исследования. Фактически, если мы умеем заставить свое дыхание выйти из напряженного состояния, остальные части нашей вегетативной нервной системы последуют этому примеру, создавая цепную реакцию, которая может помочь уменьшить стресс, беспокойство и связанные с ними проблемы. Профессор молекулярной и клеточной биологии в Институте молекулярных наук о жизни в Университете Осло, Норвегия, Фахри Хаачиуглу. С медицинской точки зрения при стрессе высвобождаются так называемые гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. В краткосрочной перспективе кратковременный стресс имеет положительные последствия. Благодаря дополнительным гормонам стресса мы функционируем быстрее, эффективнее и функционируем на полной скорости. А если стресс будет в долгосрочной перспективе и хроническим, организм устает, вся система начинает разрушаться. Затем, если мы не обращаем внимания и стресс не прекращается, мы направляемся прямо к выгоранию. Проведенные исследования показали, что различные дыхательные практики затрагивают разные уровни нашей психики и нашего тела. На молекулярном уровне это воздействует на ДНК в каждой клетке, оказывая значительное влияние на экспрессию генов. А экспрессия генов является субстратом для эволюционных изменений. Таким образом, дыхательные техники обращаются к самым глубоким уровням систем нашего организма. Суть дыхательных техник и сопутствующих упражнений заключается в том, что они обеспечивают значительную степень регулирования стресса и расслабления. Сам по себе стресс, он в нашей жизни, он необходим. Но если он будет короткий, то этот стресс только активирует. Это как в бане. Вы не можете, например, в парилке сидеть два часа. Но это бессмысленно, потому что нужно как раз-таки выходить из парилки, окунаться или обливаться холодной водой для того, чтобы чередовать горячо-холодно. И только в этот момент происходит закалка. С дыханием то же самое. И вот метод энергодыхания, он включает в себя вот эти вот переменные. Это вот важный момент, который нужно понять. Вы начинаете дышать в определенном ритме. И режимы сознания, они меняются. Режимы головного мозга меняются. Изменяется концентрация улекислого газа в крови. Изменяется концентрация кислорода. И наше подсознание, оно переходит в режим большей внушаемости. И здесь происходит такое маленькое чудо. Ну, скажем так, метафизическое чудо. Мозг, скорее всего, он подключает правое полушарие к вот этой установке. Потому что задача была именно с этой ситуацией работать. Получается, что решение этой ситуации, этой проблемы, оно лежит просто в другой плоскости. Доступ, который вы получаете через дыхание. И это очень интересный момент, который мы применяем на практике. Даже элементарное понимание физиологии помогает объяснить, почему контролируемое дыхание дает положительный эффект. Все знают, что эмоции влияют на организм. Например, когда вы счастливы, уголки вашего рта автоматически поднимаются вверх. А уголки глаз морщатся в характерном выражении. Точно так же, когда вы чувствуете спокойствие и безопасность, отдыхаете или занимаетесь приятным делом, ваше дыхание замедляется и углубляется. Вы находитесь под влиянием парасимпатической нервной системы, которая производит расслабляющий эффект. И наоборот, когда вы чувствуете страх, боль или напряжение и дискомфорт, ваше дыхание ускоряется и становится более частым. Симпатическая нервная система, которая отвечает за различные реакции организма на стресс, теперь активирована. Ученым хорошо известно, что эффекты также происходят в противоположном направлении. Состояние тела влияет на эмоции. Исследования показывают, что когда ваше лицо улыбается, ваш мозг реагирует в том же духе. Вы испытываете более приятные эмоции. Существует даже древняя техника, которая так и называется – внутренняя улыбка. Сегодня люди вновь прибегают к познаниям древних мастеров, шаг за шагом вспоминая и расшифровывая секреты дыхания. Слишком долго мы недооценивали его силу, ведь оно имеет особую власть над умом, над материей и энергией. Внутри тела есть ионы. Это натрак калиевые такие процессы. Там есть насосы, еще что-то, где есть внутри тело электричество, которое дает различного-различного рода сигналы, которые идут. И мы можем его померить. Оно там 0,08, скажем, да, там. Оно может увеличиваться до какого-то осязаемого сигнала. И у нас есть электричество, которое есть в нашем теле. И, конечно же, мое электричество и твое электричество, оно тоже имеет ряд соприкосновений, получаемых сигналов и возможности их передавать, и возможности их принимать. И поэтому, когда мы говорим, например, такие механизмы, как зеркальные нейроны, это означает следующее, что я испытываю некое чувство, например, страх. И вокруг есть люди, они тоже вдруг попадают в это состояние страха. Благодаря вот таким особенностям, когда ты делаешь упражнения, связанные с дыханием, ты заметил, что у людей меняются состояния. Существует несколько основных типов дыхательных практик. Одни направлены на вход в измененное состояние сознания, когда, подобно шаманам, человек может контактировать с непознанным. Другие являются дыхательными гимнастиками, призванными помочь человеку быть здоровым и полным сил. Третьи – влияющие на внешние события и позволяющие управлять силой намерения. Но объединяет их техники одно – люди, освоившие эти практики дыхания, меняются. Холотропное дыхание – сильная терапевтическая дыхательная практика, которая позволяет перепрошить момент рождения, выравнивая психику, которая могла быть повреждена, в момент рождения. Во время родов эмбрион проходит четыре перинатальных стадии, которые впоследствии определяют судьбу человека. Данная практика вызывает сильное изменение состояния сознания. Дыхание в связном и учащенном темпе длится от одного до нескольких часов. Это создает длительную гипервентиляцию и значительно изменяет баланс между углекислым газом и кислородом в организме. Метод был разработан американским психологом Станиславом Грофом в качестве замены запрещенному ЛСД. Использование аналогичных методов в непредлагаемого для холотропного дыхания терапевтического применения для получения удовольствия и галлюцинаций является одной из опасных игр с асфиксией. Данная методика часто критикуется среди медицинских специалистов из-за ее опасности для мозга. Сессия холотропного дыхания длится полтора-два часа. И человек дышит следующим образом на сессии. Очень связно и часто. Это неестественный тип дыхания. Таким образом. И получается, что на организм происходит очень большая нагрузка и стресс. Это равносильно тому, что человек без подготовки должен пробежать 15-20 километров. Не каждый организм может это выдержать. Из-за этого кровеносные сосуды головного мозга сужаются. И мозг перестает получать в нужном количестве кислород. Происходит кислородное голодание. И тормозится кора головного мозга. И в этот момент активируется подкорка, на которой записаны все наши переживания. Может быть, что-то из прошлого. И мозг начинает работать в ином режиме, в непривычном режиме. И человек может видеть образы, испытывать какие-то непрожитые эмоции из прошлого. Измененное состояние сознания — это всегда очень серьезно. По сути, в этот момент человек не является собой. И даже опытному практикующему необходим наблюдатель, который следит за процессом со стороны. Измененное состояние сознания даже может быть в какой-то момент опасным. Потому что есть определенная точка невозврата. Как практикующий тренер я не рекомендую выполнять практики холотропного дыхания самостоятельно. Потому что при длительной гипервентиляции легких идет колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И измененное состояние сознания может вызвать необратимые последствия в головном мозге. Метод Бутейко. Метод разработанный в 60-х годах прошлого века советским ученым Константином Бутейко. В основе его лежит волевая ликвидация глубокого дыхания, или другими словами, ограничение дыхания, при котором уровень углекислоты в крови возрастает. Доктор Бутейко считал, что излишний объем и скорость дыхания лежат в основе большинства патологий, вызванных нарушением обмена веществ. Есть множество клинических испытаний, показавших, что метод Бутейко помогает астматикам снизить потребность в лекарствах, одновременно улучшая качество жизни и снижая симптомы астмы. Метод дыхания Бутейко заключается в том, чтобы уменьшить глубину своего дыхания, для того, чтобы в теле накапливать углекислый газ. Для того, чтобы кислород усваивался в клетках, чтобы он превращался в АТФ, он должен отцепиться от гемоглобина. Чтобы он легко отцепился от гемоглобина, ему нужен идеальный баланс СО2. То есть все должно быть в балансе. Если СО2 нет, то кислород, он заходит, но он не идет в клетки, он не идет в ткани, он не дает энергию, то есть он просто ничего не делает для нас. Безусловно, он лечебный, потому что я работаю с людьми, у которых астма, и которым становится лучше. Ну вот по методу Бутейко. Просто Константин Бутейко, он утверждал, что его метод, он может излечить много болезней. Но, конечно, если ты получаешь оптимальное количество кислорода, у тебя все в балансе, клетки живые, ну, вот тебе и здоровье. Однако, мнения врачей о методе Бутейко довольно противоречивые. Противники метода считают, что контроль дыхания вреден для организма, так как дыхательный центр может потерять автоматический режим своей работы, что чревато полной остановкой дыхания. Объективные данные также свидетельствуют, что после длительных занятий по методу Бутейко может произойти снижение легочных показателей и емкости легких. Пранаяма Пранаяма – древняя йогическая система упражнений. Буквально означает «контроль» или «остановка дыхания». Прана – это космическая энергия или жизненная сила, которая пронизывает не только неодушевленную Вселенную, но и все живые существа. Мудрецы еще с самых древних времен открыли технику управления и направления этой жизненной силы и использовали ее в различных целях. В хатха-йоге она упоминается как четвертая из восьми ступеней йоги, ведущих к самадхи. В индуизме считается, что поскольку существует тесная связь между умом и праной, которая опять же может регулироваться посредством регулирования процесса дыхания, ум может быть взят под контроль посредством управления дыханием. Пранаяма – это все изобретение человека, наблюдая за природой, наблюдая за физиологией, изучая, либо получая мистический опыт напрямую. У нас есть несколько ритмов сердцебиения. И посредством разума мы можем повлиять на сердцебиение, и посредством дыхания легких мы можем повлиять на ритм сердцебиения. И этот ритм сердцебиения, вибрация, вибрация подсознания, она проявляется в дыхании и создает четыре первичных ритма, из которых создаются бесконечные количества пранаям, то есть дыхательных практик. Когда мы дышим быстро, наш организм ускоряется, ускоряется и получает быстрые процессы в доминанте на физику и энергию. Когда мы замедляем дыхание, это тонкий и навный процесс, тут результаты медленнее, но с акцентом не на тело и энергию, а с акцентом на психику и разум. Вхождение в измененное состояние сознания мы можем посредством медитации, это называется мягкая форма, либо посредством дыхания, это называется грубая форма. Остановив дыхание, мы входим в медитацию, и войдя в медитацию, останавливается дыхание. Дыхание и сознание медитации как нитка с иголкой. Как иголку можно вытянуть за нитку, так и нитку можно вытянуть за иголку. Энергодыхание. Метод Романа Корловского, который был случайно создан и спас ему жизнь в Индии в 2016 году. Это совмещение связанного и частого дыхания в строго заданном ритме с меняющейся медленным и глубоким дыханием. В основе метода соединены два принципа. Создание эффекта умеренной гипоксии и насыщение кислородом клеток организма. Энергодыхание представляет симбиоз ритмов дыхания, которые поочередно активизируют и успокаивают АНС. Данная практика является более щадящей для организма, в отличие от холотропного дыхания. Мы уже активно используем больше чем 7 лет разные типы дыхания. Мы чередуем активные фазы учащенного связанного дыхания с фазами медленного дыхания. Например, если дышать активной фазой связано часто порядка 8 минут, в нашем организме запускается процесс активации вот этой внутренней силы, внутреннего резерва. Но потом идет фаза медленного дыхания, там около 4 минут. И здесь включается парасимпатическая наша система, которая позволяет восстановиться и отдохнуть организму. И у нас таким образом идет череда вот этих вот ритмов дыхания. И получается, что этот метод чередования фаз, активной фазы и пассивной фазы дыхания, он наиболее безопасен, нежели чем просто связано часто дышать очень долго. Это сравнимо. Если мы выходим на тренировочную площадку, где все бегают, мы сначала даем 100-метровку, потом отдыхаем, восстанавливаемся, потом еще раз 100-метровку, потом восстанавливаемся. Таким образом происходит тренировка. У нас идет и период фазы восстановления, и фаза резкого выброса вот этих вот адреналина и кортизола. Когда я применяю техники дыхания, и когда я это начал делать, я заметил такую вещь, что любое внушение, например, на оздоровление, на очищение организма, на активацию каких-то скрытых способностей, да, при использовании техник дыхания усиливается наше сознание по теме внушения. Совсем недавно ученые обнаружили, что дыхание непосредственно влияет на эти системы, позволяя нам настраивать свою нервную систему по команде. С помощью техник чередования дыхания мы можем научиться активировать нужные состояния, ведь то, как мы дышим, сообщается со всеми частями нашего тела. Например, удлиненное ровное дыхание говорит нашему телу расслабиться, в то время как быстрое связное дыхание скажет телу собраться и включить скрытые возможности организма. Энергодыхание дает доступ к обоим сценариям. Здоровье, благополучие, самореализация, успех и многие другие блага зависят на самом деле от того, насколько умело мы используем разные состояния сознания, а именно режимы работы головного мозга. Это можно назвать биохакингом, когда мы можем сделать что-то в пределах сознательного контроля дыхания, что оказывает влияние на процессы, которые мы иначе не можем непосредственно контролировать. Многие духовные учителя называют акт дыхания местом, где наука встречается с духовностью, а физиология — с непознанным. Именно дыхание является универсальным ключом к той части личности, которую мы, как правило, не знаем, но которая управляет нашими жизненными процессами. Современные научные исследования ясно показывают, что нет никакой эзотерики или мистики в том, что может предложить нам правильное дыхание. Человек изначально обладает многими качествами, которые кажутся невообразимыми, экстраординарными, иногда пугающими. В нас заложено намного больше возможностей и способностей, ключ, которым всегда находится у нас под носом. Развитая интуиция, умение по желанию включать разные режимы эмоционального интеллекта, телепатия, выход в астрал и даже гениальность. Всего этого можно достигнуть с помощью базовой функции, которая всегда была и будет с нами — нашего дыхания. Продолжение следует...